Более 40% компаний презентуют свою продукцию в Башкортостане впервые. Это представители Чувашской республики, Калужской, Рязанской и Ярославской областей. Особое внимание на выставки уделят сельскохозяйственной технике и ее ремонту. Традиционно будут представлены сельскохозяйственные техники производителей Росельмаш, Гомсельмаш, Нифас. И также будут представлены зарубежные производители. Или напрямую, они представили свою технику сами, или через своих дилеров. Уже заявились более 120 предприятий, производителей сельскохозяйственной техники или их представителей Республики Башкортостан и Российской Федерации. На выставке, которая продлится с 15 по 18 марта, планируется подписание договоров о сотрудничестве между аграриями и производителями сельхозтехники и удобрений. Также Минсельхоз планирует заключить меморандум о сотрудничестве с Всероссийским институтом кукурузы, компанией Агрохим и другими. В рамках агропромышленного форума запланированы конференции и круглые столы по вопросам развития АБК, импортозамещения, применения новых биологических препаратов. За три года наша Республика и Белоруссия планируют нарастить товарооборот до миллиарда 400 миллионов долларов. 2015 год показал, что это вполне реально. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко на встрече с зампремьер-министра Башкортостана Дмитрием Шароновым. Так, в 2015 году товарооборот между республиками увеличился более чем на 13% и достиг 519 миллионов долларов. Сотрудничать стороны намерены традиционно в области машиностроения, сельского хозяйства и нефтепереработки. Башкортостан намерен нарастить поставки нефти. В прошлом году было сокращение почти на 15%. Также уже в этом году стороны намерены открыть в Башкортостане сборочное производство комбайнов для уборки урожая. Предприятие Гомсельмаш намерено выпустить опытные модели техники уже к июню. Объемы производства сейчас планируются на уровне 200 комбайнов в год, 5 различных модификаций. Для этого местный бюджет выделит необходимые субсидии. Их объемы сейчас уточняются. Более 100 торговых объектов на территории Уфы признаны вне закона. 10 решений о их сносе уже выдано судебными органами. Еще 40 дел находятся на стадии рассмотрения. Впрочем, как отметили в фонде развития городских проектов, выселять представителей малого и среднего бизнеса силой не будут. После признания судом стационарных объектов незаконными, их владельцам дадут предписание самостоятельно устранить нарушения. Решение суда, которое ликвидирует незаконное свидетельство о собственности, что-либо сносить, это все-таки будет противозаконно и неправильно. Уфа не Москва, и сначала сносить, а потом разбираться, это все-таки путь не для нашего города. Предполагается, что если бизнесмены не демонтируют свои постройки самостоятельно, то это сделает муниципалитет. Предпринимателям же затраты обещают компенсировать. Процесс усложняется из-за того, что некоторые торговые точки возвели еще в 90-е, когда закон был более лоялен к таким объектам. И доказать незаконность установки сейчас достаточно сложно. Сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, здравствуй, ты в эфире, ждем от тебя новостей с валютных рынков. Добрый день, Кирилл. Сегодня на фоне дорожающей нефти официальные курсы доллара и евро к рублю обновили свои годовые минимумы. Так дешево иностранная валюта по отношению к рублю еще не стоила. Пока же в моменте котировки доллара находится на отметке 72.20, евро торгуется по 79.20. Нефть, как я уже сказал, сегодня дорожает примерно на 1,5%. Бренд торгуется по 40.30, это уже майский контракт. Лайт торгуется по 37 долларов за баррель ровно. Тем не менее, российский фондовый индекс при такой нефти находится в красной зоне. МВБ снижается на 1,5%. РТС теряет 22,2%. Акции башнефти также сегодня снижаются чуть более чем на 1%. При этом обыкновенные акции торгуются по 2.643 рубля, привилегированные по 1.839 рублей. Кирилл? Да, Азат, спасибо за актуальную информацию. Минпромторг России запустил информационный портал, в котором открыты личные кабинеты предприятий и региональных министерств промышленности. Система позволяет отслеживать информацию о судьбе заявок на включение проектов в планы по импортозамещению. В Башкортостане сформирован перечень инвестпроектов, реализация которых запланирована до 2020 года. Разработки потенциально могут стать участниками программы поддержки инвестпроектов на основе проектного финансирования. На сегодняшний день ведутся переговоры с кредитными организациями по возможности их участия в данной программе. В перечень от нашего региона вошел 21 промышленный проект с объемом финансирования более 173 миллиардов рублей. К этому часу вся информация. Не переключайтесь, оставайтесь с РБК.